Пенсионные накопления Практически полностью оцифрован От момента подачи заявки До момента перечисления денежных средств На счет продавца или медицинской организации О промежуточных итогах Работы Уотбасы Банк в данном направлении И особенностях онлайн-подачи заявки На получение ЕПВ Мы сегодня поговорим с директором Департамента продаж и регионального развития Уотбасы Банк Рахилей Болтабаевой И заместителем директора Департамента цифровой трансформации Уотбасы Банк Евгением Герцином Здравствуйте! В эфире программа Время Финтех Сегодня казахстанцам предложен Новый финансовый алгоритм Целевое использование Собственных пенсионных выплат То есть открылась возможность потратить Определенную сумму Из накопленного на будущую старость Здесь и сейчас Это дало шанс грамотно воспользоваться Частью накоплений на определенные цели Например на приобретение жилья Его ремонт или на лечение Программа стартовала с начала 2021 года Ее оператором был назначен АО Отбасы Банк По его данным единовременными пенсионными выплатами На этот момент воспользовались около 310 тысяч участников пенсионной системы Ими были использованы более полутора триллионов тенге Как казахстанцы распределились этими деньгами? На этот вопрос можно было бы ответить одной фразой На этой огромной планете у каждого человека должно быть место Который он может с полным правом назвать своим домом Неудивительно, что статистика программных целевых приоритетов сегодня выглядит так Наибольшая доля этой огромной суммы пришлась на приобретение жилья без ипотеки Более 1 триллиона тенге Следом за ним по популярности идет частичное или полное погашение задолженности По займу от Басы Банки порядка 124 миллиардов тенге И еще около 118 миллиардов тенге казахстанцы направили на уплату ипотечных займов В том числе в рамках финансирования исламским банком Ипотека эффективный, а потому популярный банковский продукт Оцененный по достоинству уже не одним поколением Поэтому многие из участников этой программы направили свои пенсионные сбережения На обзаведение собственным жильем Так наши сограждане воспользовались предоставленной государству возможностью И направили более 104 миллиардов тенге на получение ипотечного займа По системе жилищных строительных сбережений от Басы Банки Кроме того, более 33 миллиардов тенге были внесены казахстанцами в качестве первоначального взноса Более 8 миллиардов тенге были направлены на покрытие задолженности по договору аренды с правом выкупа Еще на 2,5 миллиарда некоторые решили приобрести земельные участки и начать поднимать свои дома Нельзя не упомянуть и оплату казахстанцами лечения На заботу о здоровье на сегодня ушло более 40 миллиардов тенге Привезти большую часть пенсионных активов в движение позволит казахстанцам уже сегодня направить их на заботу о благополучном завтрашнем дне Отличная идея, которая теперь успешно реализуется Но важные условия успеха любого социального проекта кроется в информированности Узнать доступную сумму единовременных пенсионных выплат Подать заявку на их использование Можно не выходя из дома или офиса на единой платформе Добрый день, Рахиля, добрый день, Евгений Здравствуйте Спасибо большое, что согласились поучаствовать в программе Хотелось бы, чтобы данная программа была очень полезна нашим телезрителям Чтобы они поняли, каким образом работает система получения единовременных пенсионных выплат И об особенностях, в том числе технических, всего процесса И первый вопрос у меня к вам, Евгений С момента введения возможности получения единовременных пенсионных выплат Уже прошло более 10 месяцев И можно подвести некоторые промежуточные итоги Сколько уже с начала года было одобрено заявок на получение ЕПВ? Да, на текущий момент было уже использовано более 300 тысяч заявок На платформе было открыто порядка 470 тысяч специальных счетов Если посмотреть в разрезе, порядка 3000 заявок подается ежедневно Также можно сделать уже разбивку по целям, которые наши клиенты используют В данном случае мы говорим, что 52% пользователей использовали средства на покупку жилья без ипотеки 25% пользователей использовали средства на частичное досрочное Либо полное погрешение, то есть снизили свою долговую нагрузку Ну и конечно же немаловажным пунктом является, что 13% пользователей это использовали на лечение Ну и лидером данной отрасли направления является это стоматология То есть люди активно пользуются этими услугами Отбасы Банк был назначен уполномоченным оператором по целевому использованию ЕПВ Можете, пожалуйста, рассказать, в чем роль Отбасы Банка во всем этом процессе? Отбасы Банк, как уполномоченный оператор, работает по всем целям, которые определены правилами соответствующих министерств Мир и Минздрав Таким образом, Отбасы Банк может покрыть все цели использования ЕПВ для вкладчиков ЕНПФ Хорошо, а насколько я знаю, есть определенные банки, которые также уполномочены открывать специальные счета для ЕПВ Можете рассказать, в чем отличие Отбасы Банка от других банков второго уровня? Как я уже ранее сказала, Отбасы Банк является уполномоченным оператором по всем целям Банки второго уровня могут открывать спецсчета и направлять ЕПВ на погашение ипотечных займов И на получение ипотечных займов с внесением первоначального взноса за счет ЕПВ То есть банки второго уровня могут являться операторами в использовании средств для погашения кредита в данных банках? В данных банках, именно выданных на ипотечные цели В то время как Отбасы Банк может направлять денежные средства и в другие банки тоже Совершенно верно Что должны знать наши телезрители с точки зрения цели использования ЕПВ? Сейчас на цели, которые могут использоваться, это у нас на улучшение жилищных условий и на лечение То есть если мы говорим о улучшении жилищных условий, то это частично досрочное погашение как в отбасы банки, так и в других банках Получение ипотечных займов, то есть это может быть первоначальный взнос, опять же тоже как в отбасы банки, так и в других банках Рефинансирование, возможно получение денег на строительство, возможно использовать на покупку жилья без ипотеки Вот, если говорить про лечение, то популярными, как я ранее уже говорил, это является стоматология и офтальмология, да, и более сложные виды заболеваний Вот эти основные цели определены и сейчас на них подают заявки Хорошо, а может ли заявитель использовать свои пенсионные накопления на несколько целей, допустим, на лечение и на приобретение жилья? Да, безусловно, они могут использовать и на лечение, и на какие-то другие цели, то есть если у пользователя достаточно средств, то он может одновременно, как заказать частично досрочное погашение, сделать так и потратить деньги на лечение Но это, конечно, разные заявки, разные виды документов, которые необходимо будет загрузить по каждой заявке Но технически эти два процесса могут проходить параллельно Да, они могут параллельно идти, одновременно, то есть если у пользователя достаточно денег, он может и более одной заявки создавать, и это, в принципе, не запрещено Если тогда перейти уже непосредственно к процессу получения и одобрения заявки на получение ЕПВ для улучшения жилищных условий Можете, пожалуйста, рассказать телезрителям об алгоритме действий со стороны заявителя, что необходимо делать, какие документы необходимо подавать и какие сроки установлены законодательством, правилами и вашими техническими возможностями для того, чтобы получить в конечном итоге единовременные пенсионные выплаты? Хотим сказать, что алгоритм на самом деле очень простой Какую цель вообще отбасы банк ставил перед собой, когда начинался этот процесс Мы понимали, что количество людей очень большое, которое будет использовать свои единовременные пенсионные выплаты А штат наших сотрудников, которые могут обслуживать в филиалах, он не такой большой И мы понимали, что наш единственный путь это онлайн процесс И мы горды тем, что 100% всех заявок, они подаются онлайн через платформу енпфотбосы.кз Алгоритм очень простой Вы заходите на платформу, выбираете цель, на которую вы хотите использовать свои единовременные пенсионные выплаты Заводите ту сумму, которую хотите потратить Подписываете два заявления в ЕНПФ и ждете, пока деньги поступят вам на спецсчет Если у вас нет спецсчета, вы можете его также открыть онлайн через платформу, либо через мобильное приложение от Басы Банк И как только деньги к вам поступают, у вас есть возможность Вы видите уже на платформе написан пакет документов, который вам необходимо представить для целевого использования Если мы говорим про приобретение жилья, то вы должны будете найти квартиру У вас на сегодняшний день правилами установлено 45 дней рабочих для поиска жилья Вы можете найти подходящую недвижимость, заключить по ней договор купли-продажи И предоставить уже на платформу, загрузить в формате PDF все документы, подтверждающие, что квартира переоформлена на вас Нотариусы в курсе, какой процесс, какой должен быть документ именно по договор купли-продажи, какой должен быть И вы этот документ загружаете, наши сотрудники проверяют, смотрят сумму, соответствие суммы, соответствие счета И перегоняют на счет продавца Процедура очень легкая и простая, интуитивно понятная То есть весь процесс происходит онлайн, кроме конечного регистрации сделки Да, то есть вкладчику ИНПФ нужно всего лишь один раз пойти к нотариусу для заключения договора Для оформления сделки Что происходит, если вкладчик или заявитель не использовал данные средства в течение 45 дней То есть не нашел квартиру, либо передумал использовать Что происходит с деньгами в данном случае Если он за эти 45 рабочих дней не нашел квартиру, либо не изменил цель, либо не загрузил все необходимые документы То деньги автоматически возвращаются в ИНПФ Каковы основные причины отказов в одобрении заявок заявителей на приобретение жилья за счет ЕПВ? Как таковых мы не сказали бы, что прям есть отказы То есть Адбасы банк рассматривает заявку, например, на приобретение жилья Пользователь загружает определенные документы И мы можем просто видеть, что возможно он купил жилье, которое не соответствует правилам То есть если, например, он купил жилой дом То там должны быть определенные целевые назначения этих земельных участков А он может купить дачный домик, который по закону не является жильем Соответственно, мы просто ему отправляем на доработку Это не отказ Мы ему говорим, что это жилье не является жильем Это дачный домик, поэтому заключи другую сделку Он может пойти расторгнуть и заключить другую сделку, найдя подходящее жилье То есть в данном случае формального отказа не будет Формального отказа не будет Формальный отказ будет, ну, прям если он купит жилье у близкого родственника Вот это будет формальный отказ, потому что правилами напрямую это запрещено То есть если сестра продает сестре, и это прям видно невооруженным глазом, конечно Ну и тогда это будет, для этого и существует кнопка отказа Правильно ли я понимаю, что согласно правилам возможно объединение Единовременных пенсионных выплат с родственниками Можете, пожалуйста, рассказать о процедуре, об особенностях такого объединения Да, даже более того могу сказать, что если у вас недостаточно средств То есть у вас нет той суммы выше порога достаточности Вы можете использовать полностью средства родственника То есть создаете заявку, то есть родственник создает заявку, уступает вам средства Это может быть не один, это может быть много, там, брат, сестра, муж, бабушка, дедушка Все они вам уступают средства на платформе Это один из вариантов, да, то есть указав просто им сумму, они вам уступают Вы в свою очередь эти средства можете использовать на все цели, которые определены То есть в этом случае нет никаких ограничений Также если, допустим, у вас есть и свои деньги И плюс вам еще, там, допустим, жена уступает, либо муж уступает Вы можете их объединить и точно так же отправить на любую из целей То есть это можно? Я могу добавить, что 30% всех заявок, они были использованы именно с уступленными средствами На самом деле мы понимаем, что вкладчики НПФ не жадны Если говорить об использовании ЕПВ для цели оплаты лечения Можете, пожалуйста, рассказать, опять же, об алгоритме действий со стороны заявителя Для того, чтобы он мог получить данные средства и оплатить необходимую ему операцию, допустим, или определенные процедуры На самом деле алгоритм также прост, как и в случае улучшения жилищных условий Для того, чтобы использовать ЕПВ на лечение, необходимо ознакомиться с тем перечнем медицинских услуг, которые доступны для оплаты Как Евгений уже сказал, есть стоматология и офтальмология Но есть перечень услуг, которые именно относятся к онкологии Офтальмология и стоматология, оно предполагает лечение на территории Республики Казахстан Что касается самого алгоритма, это очень просто Также выбирается цель, например, стоматология Заказывается определенная сумма И когда деньги поступают, что необходимо сделать получателю Ему необходимо загрузить заключение врачебной комиссии, которая является приложением к правилам Минздрава Поликлиники все о них знают То есть нужно взять именно заключение врачебной комиссии с места прикрепления Где вот прикреплен поликлиника, либо медцентр и так далее И загрузить договор с медицинской организацией, которая оказывает этот вид услуги Загружаются на платформу, наши коллеги смотрят, проверяют сумму соответствия И перечисляют деньги медицинской организации Правильно ли я понимаю, что не все стоматологические услуги покрываются данными правилами? Покрывается имплантация и протезирование И то даже в каких-то нюансах по протезированию тоже не все будет покрываться Покрывается, не покрывается, это будет определять врачебная комиссия с прикрепленной медицинской организацией И весь этот процесс, так же как и процесс по одобрению заявки на улучшение жилищных условий Он также проходит онлайн Абсолютно верно, все 100% заявок он не проходит онлайн Все открытия спецсчетов и связанных с ним счетов тоже проходят онлайн И вопрос у меня, наверное, такой общий Как в отношении лечения, так и в отношении улучшения жилищных условий Если ты уже получил отказ, можешь ли ты воспользоваться своими пенсионными накоплениями второй раз, третий раз? Есть два вида отказов Первый вид отказа, когда вы заказываете деньги у ЕНПФ, вам приходит отказ Со стороны ЕНПФ? Да, то есть у вас прямо на платформе будет написано причин отказ То есть не так, что мы вам отказали и все Со стороны ЕНПФ отказы могут быть только по единственным причинам Либо вы заказали слишком много, и они вам скажут, что недостаточно средств Либо вы уже сделали заказ средств по одной-двум заявкам И вы заказываете, опять же, выше своего баланса И они точно так же вам вернут сообщение о том, что у вас уже есть заявки, которые не завершены И опять же, перелимит по деньгам А соответствие целевым требованиям? Нет, в данном случае ЕНПФ по поводу этого нам ничего не говорит ЕНПФ просто смотрит наличие денег, и если есть, то их отправляет В случае же, если, допустим, банк отказывает Но такие случаи, если посмотреть статистику от силы Даже 15-20 заявок, но это когда уже совсем грубые нарушения Когда пользователь неоднократно загружает один и тот же документ Который не соответствует Да, да, то есть этот же процесс, по сути, очень длительное время может занимать Соответственно, в этом случае банк ему отказ В случае, если же банк ему отказывает То у пользователя есть, как вернуть деньги прямо сейчас Нажать кнопку вернуть ЕНПФ И, допустим, если он не захотел это нажимать Я не автоматически уйду через 45 рабочих дней С момента прихода денег Хочется отметить, что у пользователя почти на всех шагах На всех шагах от начала создания до завершения заявки Есть возможность вернуть средства обратно в ЕНПФ Просто выбирает причину, по которой и нажимает вернуть Но это не мешает ему в дальнейшем воспользоваться своими средствами Да, то есть, если, допустим, он все же решил вернуть Потому что сейчас не нашел квартиру Либо еще что-то, да То, вернув назад деньги У него есть возможность их обратно заказать То есть, там даже нет какого-то ограничения по сроку То есть, если он все не вернул Послезавтра может уже повторно эту же сумму заказать И нет ограничений по количеству Нет, то есть, пользователь может использовать свои средства без ограничения То есть, если у него достаточно средств, 1 миллион тенге Он может по 1 тысяче, по 10 тысяч тенге запрашивать средства и использовать на свои нужды Если говорить об ограничениях для использования Одним из самых обсуждаемых ограничений Был запрет на продажу недвижимости в течение определенного срока после приобретения Можете, пожалуйста, рассказать о сути данного ограничения и исключениях из правил? Данное ограничение относится только к тем квартирам, той недвижимости Которая была куплена за счет ипотечного займа Первоначальным взносом на который был сформирован за счет единовременных пенсионных выплат Данное ограничение действует 5 лет И одним из важных условий является наличие непогашенной задолженности То есть, если вы взяли ипотечный займ Первоначалку сформировали за счет единовременных пенсионных выплат Вы 5 лет не имеете права продавать это жилье Но если вы погасите этот займ полностью То есть, вы уже эти цели исполнили Вы можете Это ограничение снимается Вопросы у меня, наверное, по практике Реализации проекта в целом С момента запуска данной системы Какие-то улучшения в нее внедрялись? Были ли какие-то вещи, которые дорабатывались? Которые позволяли пользователям использовать Максимально полный функционал онлайн-платформы? Ну, на самом деле, когда мы запустили платформу Мы ее настраивали и реализовывали для идеального клиента Который прочитал правила Который прочитал инструкции Заходит на платформу, указывает сумму Загружает документы И все И переводит их по реквизиту Идеальный клиент После запуска платформы 23 января Мы получили Такой огромный объем фидбэков от пользователей Мониторили сеть Получали запросы от пользователей В результате за две недели Мы доработали платформу так Что мы по объему доработок Они были выше и больше Нежели чем за те два с половиной месяца Когда мы запускали саму платформу То есть получается После запуска платформы Мы поняли Что люди заказывают один миллион тенге А в ДКП у них написано 900 тысяч А нельзя по-другому В ДКП написано 900 тысяч А тут миллион То есть мы сделали доработку изменения суммы Были даже такие случаи Что пользователи уступали другим средства И принимающая сторона То есть родственник Либо отказывался от денег Либо принимал Но потом их не использовал Говорил Я хочу их обратно вернуть Чтобы он там на свои цели использовал Мы сделали доработку в этой части Появилась возможность Отказаться от ранее принятых средств А та сторона в свою очередь Либо могла вернуть обратно в ЕНПФ Либо использовать на другую цель То есть вот такие доработки сделали Потом очень много стало звонков Особенно в первые дни Говорят, я ошибся с целью Мы тут же сделали доработку И сделали возможность изменять цель То есть он заказывал на одну цель Предположим, на частичное срочное погашение В другом банке Он говорит, я хочу вот басы И он мне дали возможность изменять цель То есть это возможно делать уже после подачи заявки Да Ну то есть если вы заказали средства на одну цель Деньги уже пришли по вашей заявке То вы можете изменить цель То есть опять же на любых этапах До того, как вы отправите документ У вас есть возможность изменить цель Вот такие как бы изменения мы внесли То есть дали возможность Либо отказываться от средств Которые вам уступает другая сторона Также дали возможность сменять родство Потому что часто бывало так, что Очень много заявок было Что они указывали мать-отец А по факту это там оказался кем-то Бабушка-дедушка Ну то есть и такие случаи были Да Вот И мы не ожидали, что как бы такая часть Тоже может быть И соответственно после фидбэков Эту часть изменили И дали людям возможность Менять даже родство До какого момента Ты имеешь право контролировать Процесс Какой-то момент изменять До момента утверждения твоего завода? Нет, то есть по сути Когда пришли деньги с ЕНПФ Ваши заявки И до момента отправки их На проверку в Адбасыбанк Вы со своей заявкой Можете делать все, что угодно Изменять цель Прикреплять и откреплять родственников Вернуть в ЕНПФ Загрузить Удалить документы В том числе Сумму изменить Изменить цель То есть вот этот промежуток От момента прихода денег До момента отправки На проверку в Адбасыбанк Вы можете делать В наш банк Вы можете делать все, что угодно Что касается будущих каких-то изменений Что планируется в ближайшее время Доработать на сайте Существует ли какой-то план Есть ли какие-то дополнительные функции Которые вы хотите внедрить Ну вот Планируется внесение изменений В правил Мы сейчас активно работаем над тем Чтобы дать пользователям Возможность пополнять Вклады от Адбасыбанка И в ближайшее время После утверждения правил Мы, наверное, внесем эти изменения И у пользователя появится возможность Как на платформе То есть выбора в цель пополнения вклада От Адбасыбанка Выбрать свой вклад И пополнить его за счет средств ЕПВ Также В нашем Портале Баспанамаркет Есть возможность Выбрать свой депозит И уже непосредственно оттуда Заказать средства Ну, бывает же Пользователи, которые Только клиент от Адбасыбанка И у них будет возможность Непосредственно с Баспанамаркет Заказать средства Напрямую с ЕНПФ Минуя платформу Вот эти две большие доработки Планируются уже В ближайшее время После утверждения правил Хорошо Спасибо большое Евгения и Рахиля За то, что поучаствовали В сегодняшней программе Спасибо вам за вопросы Сегодня мы обсуждали Единовременные пенсионные выплаты Порядок и условия их использования С директором департамента продаж И регионального развития АО «Отбасыбанк» Рахилей Болтабаевой И заместителем директора Департамента цифровой трансформации АО «Отбасыбанк» Евгением Герцином А я на этом с вами прощаюсь С вами была Аутанета Нашева До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова